Продолжение следует... ...экономическим форумам, которые одновременно с нашим мероприятием, сложности и с покупкой билетов, и с размещением в гостиницах, потому что вот такая идет очень интенсивная миграция между этими нашими двумя городами, и вот прочитав лекцию сейчас, я должен буду по существу прямо сразу ехать на Ленинградский вокзал для того, чтобы отправиться в Санкт-Петербург. Вы видите, что тема моей лекции – это вопросы реальной или мнимой взаимосвязи между инфекцией хеликобактер пилори и гастроэзофадиальной рефлюксной болезнью. Хочу напомнить вам о том, что, безусловно, это одни из наиболее распространенных заболеваний или феноменов в гастроэнтерологии, поэтому, конечно же, вопросы их взаимосвязи чрезвычайно актуальны. Напомнить также хочется о том, что у нас наблюдается в последние годы разнонаправленная динамика этой распространенности. Если мы, благодаря нашим совместным успехам и в докладе нашего японского коллеги, мы реально могли это увидеть, имеем, с одной стороны, уменьшение распространенности инфицированности нашего населения инфекцией хеликобактер пилори, то одновременно с этим у нас демонстрируется эпидемиологическое свидетельство того, что гастроэзофадиальная рефлюксная болезнь регистрируется все в большей и в большей степени. И еще в 1997 году на одном из первых совмещаний в Бирмингеме речь шла о том, что если 20 век – это век язвенной болезни, то, безусловно, 21 век ассоциирован с гастроэзофадиальной рефлюксной болезнью. И поэтому, безусловно, эти два состояния, эти два явления, они чрезвычайно распространены, и их сочетание для нас достаточно актуально. Первые исследования, которые были посвящены этой взаимосвязи, это 90-е годы, 244 больных, дуоденальной язвой, была продемонстрирована возрастающая частота регистрации ГЭР после успешной эрадикационной терапии. И еще одно исследование Хольтмана, два года спустя оно было опубликовано, больные ГЭР с инфекцией H-пилори, демонстрировали лучший ответ на терапию ингибиторами протонной помпы, чем H-пилори-негативные пациенты. И, безусловно, это позволило сделать выводы о том, что, по-видимому, возможно, какая-то протективная роль пилорического диалекобактериоза в отношении пациентов с гастроэзофадиальной рефлюксной болезнью. Сегодня мы можем говорить о том, что существует две, ну, где-то диаметрально противоположные точки зрения на трактовку этой взаимосвязи, хотя наблюдается одновременно в сообществе тенденция к восприятию одного из них. Ну, первая точка зрения, я так тезисно вам ее сообщу, не надо проводить эрадикацию больным ГЭРБ, нет доказательств, что H-пилори вызывает гастроэзофадиальный рефлюкс, H-пилори может предупредить о развитии ГЭРБ в целом ряде случаев, и язвенная болезнь у H-пилори-позитивных пациентов обычно менее вероятна, в том числе и вследствие постоянного приема антисекреторных препаратов, и эти антисекреторные препараты и ингибиторы протонной помпы, в частности, оказываются более эффективны у H-пилори-позитивных пациентов. И вторая точка зрения, у пациентов ГЭРБ обязательно проводить эрадикацию нужно, нет доказательств, что такая эрадикация ухудшает течение гастроэзофадиальной рефлюксной болезни, эта эрадикация уменьшает явление эзиспепсии, развитие язвенной болезни более вероятно при перерывах в приеме курсами ингибиторов протонной помпы, и длительный прием таких препаратов может вызвать развитие атрофического гастрита у H-пилори-позитивных больных по известным механизмам. Безусловно, для того, чтобы как-то постараться ответить кратко на все эти вопросы, нам надо как-то оптимизировать изложение материала, и я позволил себе несколько положений попытаться до вашего внимания донести и продемонстрировать их иллюстрациями. Первое положение, это положение из соответствующих согласительных документов, ГЭРП не является заболеванием, ассоциированным с инфекцией H-пилори. Результаты проведенных в настоящее время и эпидемиологических исследований, и клинических свидетельствуют об обратной связи между наличием инфекции и частотой возникновения пищевода Боретта и аденокарциномой пищевода. Действительно, было исследование, одно из них представлено здесь на данном слайде, с определением средней частоты инфицированности у различных пациентов с ГЭРП и у пациентов, у которых не было этого заболевания, и было подемонстрировано, что средняя частота инфицированности достоверно ниже среди больных с ГЭРП по сравнению с контрольной группой. Существует метаанализ. Это метаанализ, посвященный ассоциации инфекции хеликобактера пилори и ГЭРП. Он охватывает 43 клинических исследования. Он был опубликован в 2013 году, относительно недавно. О чем действуют результаты этого метаанализа? Посмотрите, установлена более низкая распространенность инфекции H-пилори у пациентов с ГЭРП. На каких исследованиях этот анализ был основан? Безусловно, он был основан на эпидемиологических исследованиях. Но эпидемиология – это такая область медицины, когда очень часто результаты, которые получаются, и которые, безусловно, отражают существующие эпидемиологические тенденции, не всегда дают нам однозначный ответ на те механизмы, которые лежат в глубине взаимосвязи этих процессов. И вот на поверхности приводят к подобным эпидемиологическим показателям. Посмотрите, пожалуйста, очень интересная работа. Работа 2018 года продемонстрировала снижение риска развития пищевода Боретта. Это тоже метаанализ у H-пилори инфицированных пациентов. Было проанализировано 72 клинических исследования, более 475 тысяч наблюдений, и снижение риска развития пищевода Боретта было примерно равно 32%. Еще один метаанализ, более ранний метаанализ 2004 года, свидетельствует о том, что эрадикация L-чпирли и появление новых случаев рефлюкса зафагита у больных до аденальной язвы неоднозначна. Были продемонстрированы различные эзофагита до и после эрадикационной терапии. Эти различия отражали неоднородность исследований, но не эффект самой терапии. Вот как раз то, о чем только что мы с вами говорили. Эрадикация при дуаденальной язве не провоцировала эзофагит, не приводила к усилению сжоги и не вызывала утяжеление ГЭР. Иными словами, данные этого метаанализа, безусловно, свидетельствовали о том, что отрицательная эпидемиологическая взаимосвязь между этими двумя феноменами, которая была продемонстрирована в большом количестве работы в метаанализе, отнюдь не сопровождается клинически значимой взаимосвязью и патоденетически обоснованными механизмами. Вот посмотрите, пожалуйста, еще один метаанализ 2010 года. Он продемонстрировал отсутствие связи между развитием новых случаев ГЭР и эрадикацией пилорического геликобактериоза. 7 контролируемых исследований, 5 когортных, было подвергнуто такому анализу. В 6-ти эрозивный эзофагит использовался в качестве контрольной точки и одновременно изучалась частота развития ГЭР после эрадикации по сравнению с группой, у которых наблюдалась персистенция пилорического геликобактериоза. Посмотрите, отношение шансов единицы по существу. Когортные исследования продемонстрировали статистически незначимое увеличение частоты развития ГЭР после эрадикации по сравнению с персистенцией еще в одной группе контролируемых работ. Когортные исследования еще одной группы продемонстрировали умеренное увеличение отношения шансов развития ГЭР у пациентов, связанные болезнью после эрадикации по сравнению с персистенцией пилорического геликобактера. И в популяции пациентов с диспепсией ассоциации между развитием новых случаев ГЭР и эрадикацией пилорического геликобактериоза продемонстрировано не было, а это было наибольшее количество наблюдений. Ну, это также свидетельствует о том, что данные, которые были получены, эпидемиологические данные о возможной взаимосвязи, они оказываются достаточно неоднозначны. Более однозначная картина была продемонстрирована на популяции пациентов из стран Азии. Посмотрите, пожалуйста, мета-анализ 2013 года. Специфика азиатской популяции в определенной степени здесь прослеживается. Это 43 исследования, исследования в случае контроль. Частота H-пилори ниже у пациентов с гастроэзофадиальной рефлюксной болезнью. Когортные исследования частоты после эрадикации по сравнению с персистенцией также подемонстрировали увеличение частоты ГЭР после такой успешной эрадикации. Было показано, что лица после эрадикации имели более высокий риск развития ГЭР, и прежде всего это относилось к азиатским исследованиям, и инфекция демонстрировала отрицательную ассоциацию с ГЭР при эндоскопической диагностике. Она может рассматриваться, делают вывод авторы этого мета-анализа, в качестве фактора риска развития ГЭР Денова при первичной эндоскопической диагностике, особенно в азиатской популяции пациентов. Хочу привести вам материалы тайваньского консенсуса экспертов одной из положений. Видите, оно звучит здесь так. Азиатская и западная популяции отличаются по риску развития ГЭР после успешной эрадикации пилорического геликобактериоза. Ну вот итоги последних мета-анализов. Они демонстрируют на самом деле достаточно вариабельные данные. В одних исследованиях демонстрируется умеренное снижение риска развития ГЭР на фоне персистенции пилорического геликобактериоза. В других исследованиях статистически значимой взаимосвязи нет. Каковы возможные механизмы протективного действия инфекции пилорического геликобактера пилори в отношении гастроэзофадиальной рефлюксной болезни? На самом деле они, безусловно, могут дискутироваться, они известны. Это прежде всего снижение секреции соляной кислоты при поражении фундального отдела желудка, ну а трофическим процессом, например, или увеличение выработки гастрина, который повышает тонус нижнего пищеводного сфинктера. Вы спросите меня, имеет ли это какое-то непосредственное отношение х-инфекции хеликобактера пилори? Ну да, конечно, имеет, потому что наличие этой инфекции, оно оказывает влияние на эти процессы, особенно на фоне использования массированной антисекреторной терапии. Положение 2. Инфекция H-пилори не оказывает влияние на выраженность симптомов ВЕР, частоту рецидивов заболеваний, эффективность лечения, эрадикация не входит в логаритм введения таких больных и не способствует уменьшению выраженности изжоги, заживлению эрозий, предупреждению рецидивов и осложнений. Есть работы, которые демонстрируют и этот факт. Ну вот одна из них, вы видите, представлена здесь, это работа 2014 года, когда исследовалась выраженность симптомов у H-пилори негативных и позитивных пациентов, и несмотря на отличие частот регистрации симптомов, их выраженность была статистически недостоверна. И изжога, и регурдитация, и дисфодия не демонстрировали отличия в этих двух больших группах. Ну вот посмотрите, пожалуйста, еще одно исследование достаточно ранние, 90-е годы. Распространенность инфекции при различных формах ГЭР. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение H-пилори при гастроэзофадиальной рефлюксной болезни по сравнению с контролем, а в качестве контроля в этой работе использовались здоровые лица, но тем не менее при различных клинических формах ГЭР, при пищеводе Боретта, при эрозивном эзофагите, при дисплазии у нас статистически значимых различий в этих показателях не было. Вот еще одно исследование 2014 года, в котором исследовались манометрические и PH-метрические показатели у таких же групп пациентов. Оно также не выявило никаких различий. И давление нижнего пищеводного сфинктера, и длина перистальтической волны сокращения грудного отдела пищевода, и высота этой волны, и данные PH-метрии, и эпизоды рефлюкса, патологического рефлюкса, экспозиция соляной кислоты, все статистически значимо в этих группах не отличалось. И, безусловно, это свидетельствует о том, что эти группы в этом отношении, по отношению к инфекции телекобактера пилы, оказываются независимы. Еще одна работа, работа 2015 года, продемонстрировала отсутствие эффекта эрадикации на эффективность терапии ГЭР. У пациентов, у которых была проведена эрадикация, и у которых была персистенция пилорического деликобактера, были продемонстрированы абсолютно одинаковые показатели заживления эрозии, доля этих больных, и выраженность симптомов гастроэзофагиального рефлюкса. О чем говорит нам мастеристский консенсус? Четвертый консенсус по существу очень подробно охарактеризовал возможность такой взаимосвязи. Я в качестве резюмирующих заключений вам два постулата приведу. Эйдж-пилори и гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь взаимодействуют, согласно данному консенсусу, так, как указано в положениях пятом и шестом. Положение 5. В среднем статус эйдж-пилори не влияет на тяжесть симптомов, рецидив и эффективность терапии ГЭР. Эрадикация не усугубляет ранее существующую ГЭР и не влияет на эффективность ее терапии. Видите, очень высокая степень рекомендации и уровень доказательности. И положение 6. Эпидемиологические исследования показывают отрицательную связь между распространенностью эйдж-пилори, тяжестью ГЭР и заболеваемостью аденокарциномы пищевода. Эти два, казалось бы, противоречащие друг другу постулата, на самом деле сформулированы в одном и том же согласительном документе. И на самом деле, если мы будем оценивать возможность развития атрофии на фоне неиспользования ингибиторов протонной помпы, желудочной атрофии у пациентов с гастроэзофадиальной рефлюксной болезнью, то такое сочетание оказывается достаточно объяснимым. Эрадикационная терапия не входит в алгоритмы пациентов по ведению гастроэзофадиальной рефлюксной болезни согласно рекомендациям Российской гастроэнтрологической ассоциации, которые были созданы на основе международных согласительных документов. У нас имеются две различные рекомендации. Рекомендации, касающиеся ГЕРБ и рекомендации, касающиеся инфекции Эйчпилера. Посмотрите, пожалуйста, в рекомендациях по ГЕРБ сказано, при этом заболевании нет необходимости в определении инфекции Эйчпилера и тем более ее эрадикации, однако следует установить наличие инфекции и осуществить ее эрадикацию при назначении ингибиторов протонной помпы на длительный срок. Эрадикационная терапия не входит в программу ведения больных с ГЕРБ, не отвечает целям лечения, например, купирование жоди, заживление эрозии пищевода, профилактики элицидива, но должна учитываться при длительном назначении ингибиторов протонной помпы. Третье положение, в том случае, если эрадикация необходима больному по другим показаниям, функциональная диспепсия, язва, хронический геликобактерный гастрит, а также другие заболевания, ассоциированные с Эйчпилери, сопутствующие ГЕРБ не являются противопоказанием к ее применению. У нас имеются, сегодня уже показывали большое количество цифр эпидемиологические данные по распространенности этой инфекции в мире. Для России, к сожалению, нет достаточно репрезентативных крупных работ. У нас имеются работы только в отношении отдельных регионов, и поэтому часто мы можем брать данные по этим регионам и пытаться экстраполировать их на территорию в целом. Но это, конечно, вы понимаете, с некоторой натяжкой. И вот видите, что эти данные локальные, они очень широко колеблются по своей распространенности от 62 до 92%. Тем не менее, мы, по-видимому, а лично я в этом уверен, можем говорить о том, что Российская Федерация относится к числу стран с высокой распространенностью инфекции хеликобактер Пилери, безусловно. 5. Маастрик. Больным с тислотозависимыми заболеваниями, в первую очередь с ГЭР, длительно принимающими ингибиторы протонной помпы, показано тестирование на наличие инфекции H. Пилери и в случае ее выявления проведение эрадикационной терапии, предупреждающей прогрессирование атрофических изменений в слизистой оболочке желудка. Вот, по существу, та доказанная патогенетическая основа, которая, ну, может быть, отчасти, а может быть и нет, может объяснить нам целый ряд существующих внешних противоречий. Положение 9. Длительная терапия ИПП изменяет топографию H. Пилери ассоциированного гастрита. Эрадикация способствует излечению гастрита у пациентов, длительно принимающих ингибиторы протонной помпы. Поэтому, конечно же, если мы вынуждены на длительный срок больным ГЭР назначать антисекреторную терапию, нам, конечно же, рационально тестировать их на наличие хеликобактер Пилери и для профилактики прогрессирования атрофии желудка проводить эрадикацию. Для развития таких существенных дискологических изменений, как атрофия, я напоминаю вам, что это утрата высокоспециализированных клеток желудочного эпителия, синтезирующих известные вам вещества, или гиперплазии антерохромофиноподобных клеток, требуется длительное применение ИПП. Возникает вопрос, насколько велика должна быть эта длительность. В одном из обзоров риск атрофии оказывался статистически выше у H. Пилери позитивных лиц по сравнению с H. Пилери негативными при достаточно длительном назначении ингибиторов продонной помпы на срок 3 года и более. И видите, что на большом количестве наблюдений действительно при таком длительном назначении было показано прогрессирование атрофии у этих пациентов со снижением продукции соляной кислоты, что, естественно, вторично может улучшить состояние пациентов с гастрозофидиальным рефлексом. Положение 5. Решение о продолжительности терапии при тислотозависимых заболеваниях терапии ИПП следует принимать на основании клинических рекомендаций и протоколов. И, безусловно, оно должно быть очень четко стратифицировано и валидизировано. Несоблюдение обоснованной длительности курса ИПП, указанных в этих всех согласительных документах, конечно, повышает риск развития атрофии. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, поскольку ГЭРБ является длительным хроническим заболеванием, то мы, конечно, должны назначать ингибиторы протонной помпы на длительный срок, потому что в противном случае у нас уже через полгода частота рецидивов оказывается чрезвычайно высокой. И поэтому, безусловно, длительность назначения ингибиторов протонной помпы и связанные с этим риск атрофических процессов для этой категории пациентов являются достаточно актуальными. Согласно систематическим обзорам, терапия ингибиторами протонной помпы должна рассматриваться в качестве длительной, если срок такого назначения должен быть, ну, все-таки не 3 года, а начиная с 6 месяцев. Об этом говорит большинство согласительных документов, касающихся этого вопроса. И, безусловно, немаловажной стороной является правильный выбор ингибитора протонной помпы, поскольку здесь имеются различные особенности. Часто мы решаем вопрос перевода с одного ингибитора протонной помпы на другой, как вследствие изменения режима лечения с эрадикацией на поддерживающую терапию ПП-примверх, так и вследствие появления нежелательных явлений или просто неэффективности того ингибитора, который назначался до этого. У нас имеются различные ингибиторы протонной помпы. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что в последнее время, последние несколько лет у нас появился новый ингибитор ДЕКСЛАНСОПРОЗОЛ, который является единственным зарегистрированным у нас ингибитором с модифицированным высвобождением активного вещества, что обусловливает особенности его фармакокинетики и определяет высокую клиническую эффективность. Он российской гастроэнтологической ассоциацией, вообще профессиональным сообществом рассматривается как средство лечения всех форм гастроэзофадиальной рефлюксной болезни с высоким уровнем доказательности и НЭР, и эрозивный эзофагит, и ГЭР с проявлениями в ночное время. Препарат обеспечивает эффективное отсутствие изжоги на протяжении чрезвычайно большого периода в течение суток до 96%, на протяжении 6-месячного курса поддерживающей терапии эрозивного эзофагита. Это действительно очень хороший, очень стабильный показатель. Важно, что Дексилант имеет также эффект после действия, изжога уменьшается в течение двух месяцев и после краткого курса назначения терапии. Это было продемонстрировано в целом ряде работ, видите, в данном случае на эрозивном эзофагите, где и на второй месяц после отмены Дексиланса прозола демонстрировался хороший антисекреторный эффект. Выраженность изжоги оказывалась ниже, чем до начала лечения. Важно, что препарат имеет благоприятный профиль безопасности. Это вообще характерно для ангибиторов протонной помпы. Дексиланса прозол в этом случае относится к числу наиболее выгодных из них. Большое количество наблюдений продемонстрировало по существу отсутствие выраженных побочных эффектов значительно в большей степени, чем на фоне приема омепрозола, эзомепрозола, лансепрозола и даже рабепрозола, что безусловно хорошо и демонстрирует последовательную тенденцию к появлению все более и более продвинутых лекарственных средств среди ингибиторов протонной помпы. Ну вот меня перестал слушаться пульт. Видимо, он уже устал. На этом моя презентация закончена. Я благодарю вас за внимание. Так, ну что ж, мы, наверное, зададим вопрос, Игорь Ильич, потому что вопрос такой спорный. Все-таки, если у больного в ГР нужно эрадикацию проводить или не нужно? Дмитрий Станиславович, если теперь уже отойти от общефилософских, софистицированных рассуждений и перейти в плоскость практической деятельности, я бы ответил на него так. Всем пациентам, у которых есть инфекция хеликобактера пилори, нужно проводить эрадикацию, в том числе и больным, страдающим гастроэзофадиальной рефлюксной болезнью. Единственное, нам нужно помнить о том, что при длительном назначении ингибиторов протонной помпы, а при этом заболевании так оно и происходит, это оказывается особенно актуально. Спасибо большое, Игорь Иванович.